Всем доброго времени суток, меня зовут Vanguard, и мы продолжаем играть в Exit Slash Corners. С прошлой серии произошло то, что я переехал на другой компьютер и, как следствие, потерял сохранение, потому что тут они хранятся в кэше-браузере, если я не ошибаюсь. Но, к счастью, многомудрый разработчик дал нам следующий инструмент, где он находится, это Vextras. Кетчап-тул, который позволяет нам заново сделать все выборы в предыдущих эпизодах, ей полностью подготовиться к тому, чтобы продолжить наше прохождение. Ну, по-моему, судя по этим полосочкам, все вышло примерно так же. Меня, правда, очень смутило, что меня заставили перепройти некоторые загадки. Получается, они что-ли тоже на что-то влияют, на отношения, может быть, в зависимости от того, как сейчас я просил помощи. Не знаю, меня это прямо очень тревожит мысль, потому что вот там я, скорее всего, все сделала не совсем так, как было в Let's Pay, я немножко и так утомилась листать свои, видео, там, плейлист из 17 роликов, получается. Ладно, как бы то ни было, мы прошли первую арку игры, то есть это, оказывается, не глава так называлась, это было просто перелистывание на следующую страницу. Первая арка у нас получается немного подлиннее, 17 глава, вторая, получается, всего из 12 будет. Вот. Ну, прошлое, конечно, закончилось в таком клиффхенгере. И, Рэй, вы помните, оказалась в той неприятной ситуации, но, к счастью, добрая медсестра Бет была готова провести принудительную ампутацию. Я заметил такой интересный момент, что у нас был выбор, сказать, что меч настоящий или нет. Я подумал, что если я сказал, что меч не настоящий, а как мы помним, наше восприятие действительности как будто сильно влияет на наше окружение. Так вот, я сказал, что меч не настоящий, что если из-за этого не получится отрубить руку Рэй сейчас. Я прямо так и встревожен, но переделать уже не будем, конечно. Будем принимать то, что нам выбирали. С ручкой. Вот, помните, был такой момент, что одни инки я видел, по-моему, синие, остальные черные. Ну, или наоборот, это было очень странно. Так, ну, что было раньше, мы помним. Кстати, посмотрим. Может, теперь игра будет без лагов работать, это было бы просто замечательно. Эта штука все еще работает. Алло, кто-нибудь есть? Поробуем еще раз, ладно? Назви мне свое имя. И... Нет, нет, это больше не мое имя. Что со мной и так? Меня зовут Инк. Инк Рир. По сути, это, кстати, не диалоги с самого начала. Я, кстати, уже не помню, какой там был диалог. И почему имя Инк? Я могу выбрать вообще любое имя. Так, почему Инк? Ладно, это все-таки не диалоги с начала. Про эти взбивчивость немного переживаю, пришли заново все настроить. Помню, может оказаться, что там звук. Со звуком что-то не так или еще с чем-нибудь. Так что это видео у вас своего рода небольшой испытательный полигон, к тому же. Это хорошее имя, уникальное. Оно подходит мне. Прости, но судя по тому, что мне сказали, это совсем неправда. И где мы прямо сейчас, Инк? Я не могу вспомнить. В каком-то плохом месте, я думаю. В каком-то опасном месте. А, галактика, называется Дилэйд Задержанный, получается. В плане времени. А не какого-то тюремного заключения. Это было достаточно близко. Если ты знаешь где, тебе нужно послать за помощью. Здесь есть и другие, некоторые ранены. Пожалуйста. Не могу тебе помочь, Инк. Или скорее не буду. Тебе нужно помочь нам, или, или, или вы можете умереть. Именно. Но все опасности, поэтому помоги мне. Ну, удачи. Вот почему здесь в конце концов. Углы и так далее. Углы. Это кажется важным. Больше, чем ты знаешь. Если ты не будешь помогать, я хочу, чтобы ты вылез с вами голубы. Этого тоже не случится. Ты забудешь вскоре обо мне? Нет. Я знаю, кто ты. Ты даже не вспомнишь этого разговора. Я все запомню. Главное, чтобы у нас не была где-то встроенная ручка из леви в черном, которая прямо в глаза игроку блеснет. Придется заодно эпизод перепроходить, чтобы вспомнить. Так вот. Ну, если это симуляция, то реально кто угодно может так, кстати, подключиться к нашим мозгам и что-то там нашептывать. Что не очень приятная мысль, конечно. Извини. Я запомню тебя, твой голос. Все. Запомни мои слова. Я запомню. Время тебе просыпаться. Удачи и всего такого. Я угнетенно, что я один моментик меня очень правильно перевел. Так, уже знакомые нам цифры, чтобы не значили три девятка между ними. То ли единица, то ли семерка умостилась. Минка обнаружила себя сидящим на полу, прижавшись спиной к стене. Его шея затекла, правая планетела была холодной. Слева была эфир. Какое-то освещение, потом другое стало. Она прислонилась к нему. Она, похоже, проснулась под взгляда Минка. Минка выпрямилась и поставила на него ответ. На другой стороне была Бет. У нее были налиты кровью глаза и больное лицо, чем Минк помнил. Ее дыхание было медленным. Ты проснулся. Я не понял, что я заснул. Я думал, что я немного отдохнул, но... Прости, я не хотел потерять стенание, правда. Ты должен был распудить меня. Тебе нужен был отдых. Потому что, полагаемо, все еще застряли в этом крыле. Минка откинул голову назад и глубоко вдохнул. Дверь все еще заперта. Я не проверяла в последнее время. Точно не знаю. Может, Рейсер, когда все проснулись. Да, полагаемо все. Что с Реем? Минка чел на ноги. Его сонливость исчезнет в мгновение. Где Рей? Я здесь. Блин, ну такая напряженность была. Все прям отводили глаза от меня. У меня уже сердце в пятки ушло. Рей выбрался из-за угла. Красиво стоит. Я так понимаю, второй ручки уже нет. Рей. Нечего сказать. Сделано. Больно. Ну, наверное, да. Не знаю. Мне кажется, когда отрубают конечности, это не самое приятное ощущение в мире. Наверняка есть вещи по уши, там, кроватки, лежать, отдыхать. Так, я рад, что ты жив. Ну да, конечно, силы брутфорца я вижу особо вдвое, но по крайней мере мы все вместе. Я рад, что ты жив. Да, я тоже. Эх, срад выговорить, но Рей сейчас сраде как-то мило выглядит. Ну, лицо, выражение лица. Как долго ты не спишь? Я помню, когда ты терял сознание. Хотя, пока я сама часть отключилась. Блин, Рей прямо новых спрайтов нарисовали. Так что, может быть, я даже и плюс для него, что они отрубили руку. Зато он получил арту в два раза больше, чем другие теперь. Ну, как будто на себя теперь не очень похож. Как будто... Не знаю, у художника стиль поменялся чуть-чуть. Поэтому, как будто какое-то расхождение, кажется. Может, это моему любительскому взгляду. Так вот кажется. Я уже обстал где-то 20 или 30 минут. Я просто сходил. Я пытаюсь привыкнуть к этому, наверное. Рей сходил из-за воздуха, где раньше была рука. То есть я еще не могу поверить, что ее нет. Рей поморщился. Он пялился на его обрубок. Внезапно Рей... Начал кашлять. Начал задыхаться, снова кашлять. Кровь выглядела почти черной. Проклятие. Бэттон, на мой вене оказался рядом с ним. Нет. Я терял уже так много крови. Да, его же еще рвать кровь начало где-то. Ну, еще когда он был в машине. По-моему, даже до того, как пациент включился пыточный инструмент. Все хорошо. Правда. Пожалуйста, я то, чтобы отдохнуть еще немного. Еще слишком рано для тебя ходить так. У нас несколько времени. Ты сама это знаешь. Постойте, сколько спал? Не могу точно знать, но я полагаю, что тебя... Точнее, было включить несколько часов. Несколько часов? У нас в лучшем случае осталось 6 часов. Проклятие. И нам нужно спорить еще целых две двери. Блин, ну мы просто проваливаем время. Как плохо. По крайней мере. Как минимум. Две двери. У нас кончается время. Эй, Бэтт, я попросил усилишение, неважное, пока спали. Не особенно. У меня были руки заняты Рэйм больше. Еще все времени нужно было... Рукат... Ну... Там... Где-то надавить. Поднимать, держать руку поднятой. Чтобы свести... Где-то передавить. Поднимать, держать руку поднятой. Чтобы свести потери крови к минимуму. Человек-4 сейчас ходит. Я бы сказала, что Доля неплохо справилась. То есть я еще один раз занят шока, но я полагаю, это было неизвешенно. Я удивлен, что я проснулся настолько быстро. Постойте. Я что-то сейчас понял. Где Лиза? Ее же вообще не было, верно? Где Лиза? Что происходит? Я так пережил за Рэйм, что я как-то даже упустил шанс четверо. Лиза же вообще вроде не упоминалась. Или у меня пантик в золотой рыбке. Ну так, где же Сарасов только он это сделал? Не нужно было делать, я знаю, что он просто позволит не умереть, если хотела. Это сохранило тем долго времени. Огонь гласера исчез. Он звучал на доселе старше, чем мужчина, которого не встретил тем утром. Надо тогда и по-другому озвучивать. Мне не должен говорить этого. Извини. Слушай, ребят, я думаю, садили себя по-настоящему и благодарю, так что... Спасибо, ты спасла мою жизнь. Ну, шагай друг к другу, если мы хотим выбраться отсюда. Просто иди, чтобы благодарить других тоже. Проберусь я к Ингу. Обычной голой благодарности. Инг, эфир, спасибо. Я кивнул в ответ, не было, нужно что-то говорить. И Лиза, я не шагаю Лизу тоже. Если она забрала эти таблетки от меня, я бы... Он ставился на пол, эфир похлопывал по спине. И не нужно больше в этом думать. Слушайте, а где Лиза? Она сказала, что она будет жена в другом коридоре. Пройду на то, что я хотела временное наедине с собой. Как давно это было? По крайней мере час назад, может и дольше. Но лично на безопасности. Она крепкая, уверена, в порядке. По-настоящему ужасные вещи случились с нами сегодня. Не то, что это неразумно, считая, что она хочет немного времени наедине с собой. Она могла даже заснуть, как я, Инг. Нет при чем переживать. Натеряя моё себе сознание, можете встретиться с ней. Можете закончить эту долбаную игру. Ммм, если нужна помощь... Не нужна, эй, что ты? Эфир перекинул, наки закинул одинокую руку у Курея на её плечи и поела к двери, ведущей к главному коридору. Тяжело хмурился, как отстрел, как я не приду через дверь. Он не должен быть жив. Он должен был умереть тогда, не так ли? Да, я полагаю, это было намерением Сента. Но это не то, что я имею в виду. Когда не идёт, чтобы человек потерял так много крови и жил. Так, что он жив в сознании и ходит так вскоре после импутации, это настоящее чудо. Должен уйти, как много крови он потерял. Ну, у меня не было сил строительности, это прямо. Буду честен и не ожидал, что сработает. Кто подминал это? Что о том, что меч не был достаточно острым? Да, но что-то случилось, похоже, я явно ошибался. Какая-то дядь же это подобного за всю мою жизнь. Даже очень медсестрой и не близка к тому, что родится мутацией сама. Не было гарантично, что насадили спасу Рея. Не было гарантировать, что он бы умер, если бы это не попыталось. Это было правильное решение, Бэт. Как ты сказала? Слушайте, кстати, игра-то вообще отлично работает. А, неужели, мне кажется, компьютер даже не выдерживал и браузерную игру? Если мы не будем помогать друг другу, мы, возможно, не уберемся отсюда. Я могу рассчитывать на тебя, верно, Инк? Тебе вообще нужно спрашивать? Конечно, можешь. Бэ достала белый конверт из ее куртки. Она пробежала большим пальцем по шлам, что ли? По складкам неким, словно в каком-то ритуале, перед тем, как делать движение, чтобы не взял. Что это? Это письмо. Скорее, там другой конверт внутри. Вот это письмо. Мне слово покусили сознание, только уверенно, что рестабилизировался. Написал мне письмо. Письмо не для тебя, дорогой. Я бы хотел, чтобы ты держал его при себе. Ради меня. Послушай, если к какой-то причине не пережёгся в корне, растянул, чтобы открыл этот конверт в момент, когда ты сбежишь. Если что-то случится со мной, пусть будет так. Но это письмо должно выбраться отсюда. Стой, ничего не случится, Бэт. Ну, я знаю, дорогуша, но просто на всякий случай. Ты можешь обещать мне, что придержишь это при себе. Так, а то что сейчас, десфлэк поднялся какой-то? Ну, это выглядит, как будто бы точно всё. Она и так уже один раз обманула смерть каким-то образом. Ну, может, как раз из-за симуляции, то, что Рей жив, кой после ампутации. Прямые намёки, что это вряд ли всё в реальности, на мой взгляд. Обещаю. Наверное, это тебе сразу же тоже мгновение, когда мы сбежим, поняла? Конечно. Я не взял весь мой из протянутой руки Бэт. Жал себя по нему сам большим пальцем. Он ухмыльнулся. Что смешного. Когда я сказал, что я софисим больше в твоём стиле, я напоятно шутил. Но это и правда в твоём стиле, да? Всё так. Но не из-за выбора. А по необходимости. Ну, не то чтобы из-за выбора. Ну, это то, к чему я привыкла в любом случае. Что не из-за выбора. А здесь трясение, и перестал. Так, кстати, перестал. Просто такая завещание. Я никогда не владела личным компьютером или смартфоном. Персональным компьютером или смартфоном. А зачем? Люди, с которыми я хотел держать связь, исчезли. Если бы мне и хотелось поговорить с сестрой или кузином. Кузиной или кузеном. Я вместо этого написала письмо. Мне осталось его родозатворницей, и моё существование началось и кончилось в моей посаде. Это было тёмное время для меня. И чувство, будто и не поменялось за четырадцать лет. Было же не смешно так плохо с техникой. Но теперь это уже позади меня. Выберся отсюда, я обязательно надеюсь, и мой личный близнец. Ты лети довольно старый, знаешь. Ты, наверное, можешь порадовать себя моделью поновее. Хм, конечно. Потому что ты же помочь не с этим, когда придёт время. Инки срыл у меня старой женщине, затем засунул конверт в карман своей куртки. Инк, пожалуйста, держи это в тайне. По крайней мере, пока мы не свежим. О, но почему? Не могу сказать. Но это будет многое значить для меня, если ты будешь держать-то при себе. Конечно, Бет. Я верю тебе. И внув, Инк, у них двери. Эх, а вдруг в письме написано, что Бет это Сент? Ну, это был поворот. А, ну, Лиза в порядке. У неё, как всегда, недовольное выражение лица. Но это уже родное недовольное выражение лица для нас. Всящий в коридоре их ждала Лиза. Норреса в стене со скрещенными руками. Ритмично. Попой-нукой. Ну, вы не торопились. Приятно тебе тоже жить, Лиза. Эх, я в плохом настроении. Тверстия сейчас заперта. Я провыкаешь несколько минут, но безуспешно. Ублюдка даже не в приличии сказать нам, почему нас задерживают. Лишь, много вы потеряной. Я, возможно, стремнула. Чуть-чуть. Инки, я с вами немного поспал. Я не могу, что перешать из-за этого. Не то, что мы всё равно могли двинуться дальше. Что-нибудь ещё, что мы должны знать. Я снова общаюсь с моим отцом. О, понятно. На то, что раздеба общаюсь с моим отцом. Блин, отец Сефир вообще какая-то загадка. Типа отец Лизы, мы уже про него не так уж мало знаем. Ну, типа отец Сефир. Какой-то он прямо персонаж под знаком вопроса. Вот из всех даже контактов он какой-то самый непонятный. Но так он самый непонятный, то может быть это он, Сент? Да, но Сент и искусственный интеллект. Ну, должен быть человек, который создал Сента тогда. Вряд ли это он сам сформировался из разразнённых строчек код воедино. Кстати, Рей же ему чё-то дописал. Так, ну вот, давай связаться с другом Минка Шона, но пока беспешно. Нервный какой-то тотолк. Как я сказал раньше, видишь, что что-то случилось с ним. Он давно со мной не связывался. Мой отец тоже перестал мне писать. Что? Правда? Да, я не могу с ним связаться. Но с другой стороны, может быть, он просто устал говорить со мной. Я пускай головы эфир. Прошу прощения, мне было интересно. Что случилось с Сентом? Мини-ди-ло с последнего угла? Вот чёртов, а я не ж, блин. Если не сказать хуже. Могу я ответить. Не тот в коридоре, а жил. Соревнувшись, я повернулся с лицом к нему. И не пытался скрыть то, что он чувствовал. Ассалют. Определённо прошло много времени. Вообще так, да, будто между вот концом первой арки, началом второй, какой-то большой был разрыв. По времени разработки. Как будто сейчас мы реально в каком-то втором сезоне, где мы так вспоминаемся. Даже небольшой таймскип был, если подумать. Определённо прошло немало времени. И привет тебе, Рэй. Ты сейчас ещё жив? Понятно. Боже, боже. Ты внезапно ужасно тих. Ну что случилось? Бэт забрал твой язык вместе с твоей рукой. Не хочу говорить с тобой. Боже мой, таким робким ты стал. Будто будет счастья тебя не хватает. О, подожди. Счастья тебе действительно не хватает. Он сказал, что не хочет говорить с тобой, окей. Ты уже пояснился с ним. Я расставил его в покое. Ему должна нужна маленькая девочка, чтобы защищать его. Ясно. Почти и средство налицом к лицу. Тогда мы видим, кто из нас маленькая девочка. Ты забыла? У меня нет тела, с которой я мог бы встретить своё лицом к лицу. Я первый в мире с... Да я всем похер. Я просто хотела браться домой. И не мог больше сдерживаться. Всё это время я держался на иную надежду, что не был он стать или моим врагом. И ты сказал наш кое-что моделили ксид корнерс, чтобы выжить. Я верил в это. Хотел, чтобы моделили. Я скоро, чтобы выжили. Я верил в это. Как бы ты не мог вероятны, я молился, что у тебя был какой-то справедливый мотив. Или какая-то причина, почему ты делал это с нами. Ты сказал мне, что ты любил меня. И я глупо держался, возможно, что ты не лагал мне. Что может быть, просто может быть, ты заботился обо мне. Он сказал тебе, что? Да. Вот это, наверное, твист для других. Для нас это уже давно было. Но сейчас, как я видела, что я делал с рейпкику, больше ничему этому верить. Ты просто садись, Сент. И или нет, что ты сделал непростительно. Возможно, тебе так кажется, Инк. Надеюсь, что ты поймёшь, что моя любовь к тебе искрена. Однажды я надеюсь, что моя любовь будет отвечена. Инк засмеялась. Вот такой смех, который он ожидал. Исходить от ведьмы, он удивил даже его самого. Ты нахер серьёзно? Ты просёдный вещь. Я никогда не буду любить тебя, Сент. Мне правда больно это, слышит Инк. Хорошо. Я хочу, чтобы это было больно. Впервые казалось, будто у Сента не было слов. Не знаю, ты же нашла что сказать, Сент. Ну так говори, уходи. Я же нашла речь, не брось сказать нам, почему ты запер нас. Меня попросили. Мне понравилось делать несколько изменений в Exit Slash Corners. И не могу просвать вам бегать. Повсюду, верно? Это не очень-то игра, если нам не позволено играть в неё. Это правда, признаю. Однако, теперь когда в основном месте... Погоди, погоди, что? Эфир. Когда в основном месте, я позволю вам продолжить играть. Вы, ты? Вы? Кто уверен в этом? Я только что верил дверь, и точно за главный зал, она сейчас заперта. Я не закончил. Ходишь решить загадку этой комнаты, что-нибудь и дальше. Кстати, подумал, что в прошлое как-то в голове-то и не было загадки, по сути, для нас. Ну, мы могли только загадочно наблюдать за рейф. Но мы уже решили загадку этой комнаты. Я повторюсь. Я совершил некоторые изменения в Exit Slash Corners. И первая из них загадка, которую я ретроактивно добавил в эту комнату. Наскрываюсь на мониторе и после того, как я завершу мое сообщение. Вот мразь, а? Что ты пытаешься провернуть Сент? Отказа прояснять уходит. Сент просто ушёл. Мне не нравится, куда это движется. Где вообще загадка? Он сказал, что он остановил, и на мониторе все еще не работает. Мы и так потеряли кучу времени. Что думаешь, Сент Мил ввиду, когда он понятил, что он совершил изменения? Я сомневаюсь, что пара лишних загадок, единственное наполнение. Может, у нас теперь не квадрат, а треугольник? Я знаю, что только одна дверь. А, мы сейчас в красной двери, верно. Блин, глав-то не очень-то много осталось, по сути. Мы уже финальной третьей игры. Верно? Ну, почти финальной третьей игры. Вот она вот-вот начнётся. Я знаю, что это будет не закатка, единственное наполнение. Может, кто-то ещё одного лужка или одного из нас. Может, и снова меня. Блин, Рей скоро вообще останется бесконечность и будет просто ползать за нами, оставляя кровавый след. Жуткая картина. Ладно, главное, чтобы шапку не забывало надевать. Даже если это так, мы уже один раз тратили твою смерть. Может, я это снова, верно? С одной другой руки или может, я гид на этот раз. Я даже не знаю, что хуже. Наверное, всё-таки ногу лучше. Всё-таки совсем без рук тяжело будет. Эфир пригласил к губу. Неудеительно, что... Ну, как... Неудеительно, но с ПК человеком, который расшатировал, конечно, это было сложно. Не становись на Сента, и я оторву его руку. Посмотрим, как ему это понравится. Хорошо, что они не остановили, что Сента это ИИ. Но тогда у него может быть кибер-рука. Думаю, кибер-рука отлично подойдёт программисту вроде Red. Такой он сможет забродфорсить всё, что угодно. Очень даже возможно, что так. Но я сейчас ещё не видел конкретных доказательств этого. Не могу полностью понять, что происходило там в красном углу. Раз не работал над его кодом или чем таким. Просто маленькая часть. Я писал какие-то функции, чтобы выполнять проверки для того, что может быть. И приложение. Не знаю, что это возможно, но в итоге что угодно. может быть на другом конце этих мониторов. Вообще-то не стоя, я думаю, ты должен пытаться поверить, что Сент это ИИ. Почему? Если он ИИ, я никогда не смогу отомстить ему. Дело очень, Рэй. Если он ИИ, это делает его ближе к неодушвлённому объекту, чем человеку, верно? И поэтому тебе может быть проще... Сайте-то позади. Сайте-то позади. Жидает, что я просто ставлю-то позади. Тебе нужно слышать меня, Рэй. Здесь, кажется, право сейчас злиться, но... Мне пиздец. Пиздец, держись, Зефир. Зоя даже не начинает это описывать. Снимающийся контролирующийся, Рэй, напоглотить тебя. Так, какое-то вообще уже имеет значение. Рэй ударил его, сажившись, колоком на стену. Из-за... Не стараясь всего плохого, что с ним случилось, с него ещё было много лишней энергии, скажем так. Моя жизнь окончена, ей конец. Так, ты просто собираешься сдаться? Люди, которые сдаются, даже не должны пытаться. Ты один из этих людей, и... Хорошо, тебе просто лечь и умереть. Нет. Конечно, нет. Хорошо. Но царевого помощи ненадолго. Инкис тревожно ожидал загадку, обещанно стремнущимся. Так я полагаю, я заговорю об этом, если никто больше не хочет. Сэм пытается нас убить, себя верно? Он убирал цель конкретных участников, или цеплял их уязвимость, или напрямую пытал. Он хочет, чтобы мы выбрали умереть. Ну да, эфир... Ой, какой эфир? Хотя в эфир, кстати, легко бросать какую-то психологическую ловушку с его клаустрофобией, но я хотел сказать про Бет. Про ее сад, который... Ну, это была мощнейшая психологическая атака по ней. И, собственно говоря, она в тот момент и выбрала умереть. Как бы то ни было. Да, Лиза очень хорошо подметила. Конечно, мы выбрали умереть. Да, я полагаю, что это его цель. Я подозревал это в зеленом углу, но как только видел эти пилюли с цианитом, я знал, что это тоже был паттерн. Нет, то, что он хочет. Это совершенно отвратительно. Насколько больным нужно быть, чтобы получать наслаждение за счет такого? Может, и не для наслаждения. Я не знаю, для чего именно, но и подозреваешься, какая-то другая мотивация за этим. Сомневаюсь. Салю, все мои фишки на то, что это садистский из... Комплексом Бога. В любом случае, давайте просто помнить об этом. Мне уж позволить ему одолеть нас. Я думаю, что тебе и мне нужно быть наиболее осторожными. Некоторые сажсти углов могут быть нацелены на нас. Она права. Если углы правда построены, чтобы выбирать цели конкретных участников, начать, чтобы у него быть следующим. Сажите, что думаете о том, что мы углом? Ну, учитывая всю эту тему с Ким, я думаю, там найдется-найдется, чем порадовать нас. Рэй пробился их круг. Что-то не так, Рэй? Ну, я должна его понять. Ты припочел, что мы пока избегали этой темы. Загадка готова. Оборносит монитор и, конечно, загадка появилась на экране. Ну, застроите на это. Давайте решим это и выберемся отсюда. Нужно в восходящем порядке, ну. Не, это же ответ. Давайте сначала поспрашиваем. Это вдруг реальный ответ? Мне что-то не хватает. Кажется, слишком простым. На него что-то, что остается сделать загадку, сколько простой. Остается, загадка это вообще щедро. Думайтесь, подвох. Может, даже если и так не очень-то много вас, уж комбинации. О, мастер брутфорса уже готов. Он уже все комбинации высчитал. Просчитал, сколько секунд употребился, чтобы все забрутфорсить. Молодец. Так, загадка говорит. Расположить в возрастающем порядке. Раз, типа, не очень просто. Теперь ряд уже 1, 2, 7, 3, 2, 4, 5, 6. Последний 7, 8, 9. Ну да, это как. Цифербат на телефоне. Блин, цифербат у часов, наверное, не на телефоне. Ну, короче, поняли, да, кнопочки. Ну, это не ваш этап, верно? Не может быть слишком просто. Потому что, что больше неинтересно. Давайте проверим. А-а-а! О, Инка! У Инка поменялась! Поменялась арт! Жесть! Тут поворот. Ну, Инка вообще, кстати, сильно тоже поменялась. Прикольно. Подождите, правда это все? Да-а-а. А я еще жаловусь, что загадки стали простыми. Хочешь, надо занерфить игру, а то слишком уж в одну калитку, пока получается. Не-да, все. Я думаю, сушка дверь открылась, так что тоже да, это все. Почему тратить наше время на это? Почему? Почему вообще тратить наше время на любые загадки? Стас, по-никак, Сэндуман, ну, чтобы пытаться компенсировать все время, чтобы потеряли. Перевернусь, я все согласно кивнули, не тратить все время. Когда потянула за ручку двери, распахнула дверь, им вслед за ней красное бюро. Сочетая, которую Инка уже почти забыл. Нехорошо. Дверь, дочь назад, главный зал заперта. Может, больше одной загадки тогда? Вы шутите? Может, проходили эти комнаты? Мы тоже зажегте, тут загадка. Ну, кто мог подумать? Надеюсь, такая же простая, как последняя. Ты с ним пальцы. По крайней мере, не сложно отдать нам больше после этой. Ты что, говоришь? Помню, ты больше не осталась между этой главным залом. А, и то, верно. Сочи, начнем. Теперь, наоборот, в обратном порядке. Это загадка, типа, тоже сан, что и последняя. Ну, почти. Настолько вы понятен и идентичен последним, и стоит только тут говориться, ну, в нисходящем, а не в восходящем. Ну, не по возрастанию, а наоборот. Я забыл слово. Я забыл антоним, слово возрастает. По убыванию, блин. Ну, это я вообще уже деграднул, что-то похоже. Блин, с такими загадками я реально деграднул сэн. Надо поработать над моим умственным развитием. Я устал быть тупым. Так, раз я будет непротивложен последним. Да, думаю, попробую. Подумает команда B. Это шутка, верно. Загадка противложен последний. Разве нет? Такие выглядят последними. Какие нервальные трюки в это шпага. Это тоже странно. А чем он готовит загадки? Такие загадки, если так легко решить. Понять не имеется. Может, сэнтой есть свои мотивы. Блин, наверное, надеюсь, будет... И третья будет загадка, надеюсь. И там будет просто сложность максимальная. Как 21 здание на игре. Или какое оно уже было, я не помню. С6. Блин, новый инк решает новые загадки. Что-то не так. И загадки, кажется, отличащиеся от остальных сеткордерс. Разработчик поменялся, что ли? Старого разработчика сэнтова воли, а новый, блин... Даже детские головоломки не... Удосуживался с ними ознакомиться. Он придумает их на ходу. Думаешь? Ну, это весняшники такие... Плохие. Сэнт, твои загадки сосут. Какое уж попущение. Не ожидал ответа и... В общем-то, его не получил. Не поразовывается, выказмитесь на монитор. Я не знаю, что я соблечу. Ничего не известно. Сначала новую... Загадка на экране сбросилась. Еще одна? Нет, такая же. Почему же это снова? Мы решили ее? Тебе просто нужно было открыть свой рот, да? Да, я сэрбюрия дышку. Понимаете, я не имел, что на самом деле это сделать. Сейчас играть время. Другого быть не может. Самое вероятное объяснение. Он заберется в красном крыле, потому что он изменял их сет слэш-корнер. Все готовы побиться, что эти изменения все еще не готовы. Блин, может, это из-за того, что Рэй выжил? Может, он не ожидал, что выживут секта? К тому же Рэй... Прямо был... Ну, у Рэй была такая ситуация, что его уже как будто намеренно убивали. То есть он и так, и так должен был умереть. Для него не могло быть выхода, но не смогу продолжить игру. Не обескураживайтесь. Скорее всего, то, чего сын хочет. Верно. Тогда решил следующее. Родумайте, господа. Хорошо, это нелепо. Разве не то же самое, как то, что мы только что решили. Несколько они пытаются нас как-то сбить с толку, решить, что идентичным. Кошмар, вероятно, очень то, что другие загадки были довольно прямолинейными. Кто знает, вынести никакая цель сэнда, так что нельзя быть уверенными. Я же тебе попробую тот же ответ перед тем, как вытаешься, либо еще. Да, я попробую. Дальше, я надеюсь, загадки будут. Сколько будет дважды два? Один умножить на три. Пять минус ноль. Как же мы хороши, как же мы сегодня попускаем. Но чувствую мучительную удовлетворенность. Видимо, этим сэнтой решил меня доконать. Гугу говорят, что надо что сделать, это дважды. Ну что, мы закончили. Монитор проиграл. Ну, звук в совершении паза, вероятенка, как у вас побелеть. Еще одна. Низкая же монитор остановилась. Что касается другую загадку, он просто потемнел. Ну, по крайней мере, дверь открылась. Кинг вздохнул. Кто закончил варить наше время в сент? Может, еще игру выиграть? Я же как дверь открыл ее. Полагаю, мы закончили. Здесь Бент позвал остальные последствия за ней. И не смотрел, как все другие участки прошли перед ним. Кингу было страшно спить назад в главный зал. Будто бы, тогда бы он узнал точно, сколько много времени на остальные потеряли. И он знал, что их время истекало. Им потряс головой, а затем прошел через дверной проем. Кинг так и не проверил таймер. Кое-что еще привлекло его внимание. На нем было только инка. Другие стрянущие тоже замерли на месте и просто пялились на них. Кто? Кто они? Это... Нет. Крыл полные колени. Соли продолжали смотреть молоча. Два тела лежали на полуглавного зала, как будто пара выброшенных игрушек. Женщина с гадленько. Мужчина одна. Это Шон? Ошибки быть не могу. Да, они в Белбридж Университи. Но это тогда Эртиана? От Тима Баси не завезли ее, да? Ну, я забыл. Так, ну, да. Бэт вообще мертвый сын. Что ж мертвого сына, это не произвел, это реально было бы неприятно. Шон? Терриорин побежал, куда друг стел за плечи и закричал. Шон! Джейсон! Да, ну это, конечно, жестенько. Так, а не слишком поздно водить двух новых участников. Ну, я хотел сказать двух моих персонажей, но они, по сути, не новые. Плюс два, ну, мы уже понимаем, да. Плюс два участника, наверное, загадка какая-то такая. Ну, да, завести тела, это, конечно, было, наверное, проблемой. То-то, что он перестал отвечать. Ну, зато Терриорин понимает, что мы над ним не прикалываемся. Эх, возможно, Терриорин поймет, что лучше было бы сразу отвечать на наше сообщение и действовать по инструкциям. Хотя, ладно, будем справедливы, что он помогал нам очень сильно. Но это, скорее всего, Тиана, я полагаю. Блин, интересно, конечно, серо прибавится. Даже не знаю, что и думать. Как будто их довольно поздновато добавили, до конца осталось сколько? 11 глав? Ладно, 11 глав это все-таки немало. Ну, это, конечно, интересно. Интересно смотреть, какие новые динамики, новые частики принесут нам. Ну, гендерный баланс никак не изменился. Ну, это, наверное, хорошо. Ладно, надеюсь, вам серия понравилась. Надеюсь, никаких серьезных у меня ошибочек не было в этой серии. Все-таки в новом месте, можно сказать, записываю. Это страшновато. Неплохая разогревочная серия после, так скажем, очень большой интенсивности предыдущего эпизода. Посмотрим, что дальше. Все, с вами был Vanguard. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok